парни всем большой привет как и обещал начинаю серию серий про снегоход буран который купил под восстановление многие из вас спрашивают где же про буран где же про буран ну вот про буран начинаем получаете сразу скажу что это видео подойдет людям которые любят сидеть и смотреть как другие работают с теплой кружкой в любимом кресле ну или же тем кто возможно купил свой первый снегоход возможно даже это буран и не знает чего начать как его послужить в этом как раз видео мы будем полностью восстанавливать буран собственно восстановление и подразумевает что мы будем все разбирать все дефектовать все рассматривать и отстраивать поэтому смотрите сразу скажу что видео разобьется на несколько частей в первой части в первой серии мы будем красить раму соответственно разбирать все шкурить красить при наладить внешний марафет потому что с красивой техникой потом уже будет приятнее работать во второй серии мы будем менять гусеницу обслужить подвеску потому что гусеницы родные на самом деле в плохом очень состоянии очень дубовые жесткие крутятся рывками и мне это очень не нравится поэтому разумеется будем ставить гусеницы от компании композит у них вышла новая серия полярник говорят что с ней снегоход превращается в горник вот будем смотреть что из этого получится но тесты будут позже зимой а пока ремонт третья серия будет посвящена вариатору коробки передачи их обслуживанию и ну и четвертой электрики двигателя и прочим-прочим так что начинаем наш сериал смотрите а черт возьми всегда забываю это сказать подписывайтесь на канал кто еще не подписался ставьте колокольчик я не знаю для чего это надо но наверное это как-то работает вот ну и пишите что-нибудь в комментариях всегда интересно с вами общаться давайте теперь точно поехали ну что парни едем наконец-то мы за бураном точнее как едем стоим причем самое обидное что стоим где-то в области далеко от москвы уже где не должны стоять но стоим как всегда расковыряли рабочую дорогу из-за этого вся пробка и ни одного рабочего нет федералка перекопана но ни одного рабочего нет газелика это стоит он несчастный ужас так ребята вот такой аппарат практически в заводском состоянии несмотря на возраст христа вот так есть конечно если немножко колхоза на без колхоза буранов я что-то вообще не встречал нигде вот эта штука да вот всякие вот эти ну в общем все это будем и переделывать приводить в сток усовершенствовать в плане там трехрядные подшипники там зажигание электронное планирую поставить другой вариатор карбюратор мекуни и так далее в общем буду чисто наслаждаться этим аппаратом вспоминать детство погружаться в него вот а если надоест как уже сказал разыграй его между вами подписчиками так ничего парни в общем прибыл он у меня в гараж занял место рядом вот с этим красавцем в общем-то дедушка достаточно в приличном я бы сказал состоянии ничего особо критичного я не вижу в планах у меня это электронное зажигание карбюратор мекуни как ни странно переварить выхлоп который здесь отведен наоборот в бок я его хочу все-таки сделать как в стоковом варианте вниз просто потому что так хочу ездить я буду редко стоять у меня будет в гараже в теплым поэтому проблем с тем что обмерзание перед гусеницей и набивание снега я не вижу вот ну и так все собственно по мелочи будем все зачищать зашкуривать все будем разбирать заново все собирать вот это безобразие ручки такие родные поставлю как вот и они должны быть стоки то есть все будет доведено до стокового состояния только с элементами каких-то нововведений в том числе вот это безобразие мне тоже очень не нравится хотя конечно же она выполняет свои функции без вопроса так мы снизу у нас все достаточно неплохо хотя есть конечно боевые ранения такие некритичные принципе гусянки честно говоря по ощущениям еще стоят родные потому что вот те лохмоты изнутри которые которых быть не должно они принципе этому соответствует пробегу заявленному пробег у него три с половиной тысячи грунтозацеп конечно просто шикарный я же никак не могу от этого отвыкнуть грунтозацеп шикарный но в принципе это же буран так звездочки тоже на самом деле подуставшие каточки вроде бы обслуживались судя по смазки торчащие оттуда пружинки по моему не у не увидел ли сломанных по крайней мере ни одной ну может быть не внимательно смотрел как уже сказал в целом состоянии у снегохода неплохое так мы помыл его с керхера принципе готов к началу работ дружок мой так парни ну вот во что превращается тихонечко снегоход горка запчастей снятых растет вот потихоньку все разбираю дефектую собственно разбирают с той точки зрения что все это будет краситься вожусь в гараже вот капот как раз разобрал стекло снял фару котяра пришел видимо с функции контроля короче он уже кругу три навернул я думаю вот и пытается все таки обнаружить какие-то косяки сейчас катки проверяет это явно не всем каком я еще не занимался занимает эту фигню уже который час это спокойно может купить или совершенно новости на ход говорить чтобы приколом так ну что мои дорогие маленькие любители некрофилии все зачищено зашкурена старую краску просто заматировал все места даже сложные почистил болгаркой дрелью то что не подлезть совсем уж от песка струю в итоге все у нас чистенько везде ровненько прошел все обезжиривателем мы предварительно все очищал растворителем понятно дальше будем грунтовать на капоте все лишние дырочки заклеил эпоксидкой здесь наложил стекло ткань заделал дырку сейчас защищаю чтобы не было видно всего этого старых дырок и будем тоже грунтовать старый владелец вырезал здесь такую гадость под глушитель под сопло глушителя поэтому сейчас я варю сюда вот такую вот вставочку так ну вот что получилось не берусь оценивать свои способности как сварного кто-то посмеется но для меня и это результат потому что металл очень тонкий варить очень сложно поэтому держится и ладно вот ну и ровненько покраситься этому нормально будет так смешно у меня сушится все имущество соответственно сам снегоход красивого серого цвета капот тоже красивого серого цвета может быть думаю лаком покрыть так составить креативненько лофт мать его вот но в общем сейчас ждем пока просохнет просохнет все очень быстро я уверен потому что жара 35 градусов на сон в тени на солнце я думаю полтос весь вот но тем не менее завтра будем красить уже краской и будет красиво так ну вот так я провожу свои выходные потихонечку снегоход приобретает тот свет который будет вы же первым слоем покрыта здесь уже слоя 2 вот соответственно здесь уже слой 3 наверное все достаточно неплохо так ну в общем вот так вот покрашены теперь осталось с точки зрения эстетики покрасить вот это черным вот таким вот образом я это крашу так вот у нас появилась лыжи снял полиэтиленчик соответственно вот так у нас получились все эти элементы подкрашены а сверху кстати покрыл лаком вот эти места для того чтобы придать прочность большую ну и продолжаем собирать ребят что не могу не отметить запчасти конечно просто копеечные представляете вот этот глушитель стоит 700 рублей бак новый 1100 рублей панель вот это приборные 400 рублей сам пластик курок газа 450 рублей плюс ко всему это еще с обогревом то есть это просто в какие-то десятки раз наверное меньше чем меньше чем на иномарку то есть вот такие копейки но при этом все какое-то такое кривое глушитель стал с каким-то проблемами черти как купил новый кожух вариатора тоже копейки 700 рублей сейчас буду подпиливать потому что он почему-то очень широкий не встает в рамку не улазит просто удивительно представляете сколько пришлось вырезать какую ширину считаю такую ширину вырезал вот настолько производитель не попал так но у нас между тем сборочка сборочка почистил бак установил его от 100 ванник сеточку в нем перевернул потому что сеточка была как-то неестественно стояла вот эту штуковину она была чуть надломленного в этих местах поэтому я чуть обрезал она стала чуть пониже туда вот так вниз ушла но при этом соответственно все хорошо пересмазал все эти моменты вырунил лыжу не по состояла глушитель новый соответственно все собираю 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 вот сидушку поставил одни что не знаю что с этим местом делалось наверное как-то просто надо какую-то вклеечку сделать потому что все сиденье в отличном состоянии вообще все только в одном месте соответственно вот такое безобразие очень не самому нравится как я с душой все вот это подкрашиваю все эти вот деталюшки все снял они все были разноцветные покрасил их тоже в один черный цвет у меня буран он такой весь черно-оранжевый самому нравится то что делаю вот это самое крутое наверное так со одной меняем новую крышечку ставим потому что старая была погрызанная так вот такая небольшая ремарочка внутри тоже все покрасил но и плюс одна пара катков была черная остальные красные покрасил тоже красный все должно быть гармонично при этом задние валы у меня черные а передние валы оранжевые сплошной ваншуй короче так ну и пришло новое стекло единственное что мне немного не нравится это то что она мягкая то есть старое стекло было прям такое жесткое из оргстекла толстого это такая мягкая фигня гуляет но ничего поставим так ну вот в общем стеклышко я поставил кстати подкрасила эти саморезики все черненьким тоже стало но достаточно неплохо но что мне не нравится что вот почему-то короче чем родное то есть она должна до сюда доходить скажу с обеих сторон здесь и слева и справа не доходит на два слоя на сантиметра не знаю так должно быть или такие новости но из плюсов это то что она выше немножко чем родное потому что родное стекло было значительно ниже у меня прикладываю его параллельно не видно вот так вот сантиметров аж наверно на 10 такая вот разница блин ребят вот смотрю почему я не убрал сразу эту железячку ведь можно было сразу заделать дырочки загрунтовать все вместе покрасить теперь это сделать гораздо сложнее но она мне ужасно не нравится я ее очень хочу убрать так не выдержал я все-таки этой не красоты и сейчас вы сервис заклепочки чтобы снять вот эту ленту черт бы и побрал почему черт бы побрал потому что конечно же когда все это только грунтовалось это было гораздо проще потому что теперь весь этот низ опять придется зашкуривать загрунтовывать и это скрасить ну то есть такая реально тройная работа наверное почему травя и потому сначала все это я плеивал скотчем малярным потом скотч снимал теперь снимай железков и более того еще придется как уже сказал все это перекрашивать так ребята все это безобразие я разумеется заклеиваю эпоксидкой так вот тут у меня на готове тоже сейчас будет заклеен так ну вот зашкурил все точнее заклеил эпоксидкой вместе с стеклотканью зашкурил все сейчас будем грунтовать как ну вот так вот загрунтовал ждем два часа до полного высыхания грунта согласно инструкции и будем красить вот такой получился результат переход довольно таки плавный получился поэтому незаметно даже так ребят вот что мне очень не нравится то что в целом сидение в очень хорошем состоянии и вот в этих местах от того что здесь стояла спинка в среднем положении вот эти места протерлись вот перешивать я прям точно не хочу сиденьем потому что еще раз повторюсь аутентичность материала будет нарушена мне бы этого не хотелось поэтому просто постараюсь сейчас поставить за платочку надеюсь это не будет смотреться ужас в общем то вот что получилось за 400 рублей мне с трех сторон наложили заплатки котяра тут лазит осматривает шкурку сейчас мы ее зачистим вот эту часть и покрасим и я думаю что получится примерно один и тот же цвет так на фанерочка которая была конечно использовать ее в дальнейшем это был уже идиотизм сейчас вот приобрел новую разметил все отверстие как все это должно быть сейчас буду вырезать хочу обработать маслом всю эту поверхность можно было лаком но лак у меня нет а масло есть я думаю что это примерно одна фиксина получится в итоге главное водонепроницаемости чтобы вся эта ерунда не гнила так ну вот так все это получается вот такая прям видно даже текстурку симпатично вполне будем с другой стороны покрывать ну и ставить можно конечно же сделать все это по-новомодному скобочками но честно сказать мне хочется сохранить именно аутентичное состояние и вот сделать оригинальные вот эти штучки которые делались во времена ссср когда не экономил свой материал и все сделалось какую-то душу и что ли так что сейчас будем забивать гвоздики и приклепывать гвоздиками вот эти держалочки вот что получилось опять таки промежуточно промежуточно потому что еще буду сейчас подкрашивать сиденье вот не могу понять что это такое часто вымыть надо сиденье это пыль откуда-то взявшийся появился на кстати после того как я давал его прошивать как ну вот собственно какие у меня претензии к сидушке на свету очень хорошо видно вот новые кожи и на фоне старые на практически серые сейчас вот этой красочкой при нем посмотрим что получится такая вот красота получается просохнет еще слойчик сделаем хорошо видно переход короче ребят поставил сидушку ну получилось я бы сказал просто идеально все великолепно прокрасилась сидушка прям как новые поблескивает даже если нитки прокрасились но это уже такое задротство поэтому и заплаточка практически незаметно так вот такой красавчик у нас уже получился и сейчас будем делать очень приятное мероприятие будем клеить наклеечки потому что наклеечек мне пришла целая гора все сделаны под оригинал с небольшими изменениями сейчас начинаем клеить наклеечки буду наклеить на высоте 10 с половиной сантиметров самое интересное что старые наклейки которые бурановской здесь была наклеена именно работниками производства еще с давние давние годы видно прям как она шла здесь вот так и нашла вот отнесли бы видно наклеена криво постараемся выручить так нашел серединку наклеечки это у нас будет 640 и я думаю что нужно обязательно обезжирить все это безобразие это безобразие Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем пока!